Привет! Не могу назвать это утро добрым, и вчерашний день в том числе. Я вчера прямо с утра перетянула матрас сюда, и мы с Микки вчера здесь весь день провели, всю ночь. И как оказалось, было не зря. Знаете, вчера пересматривала первое видео, которое в тот день, когда началась война, потому что у нас вчера, ну, я думаю, уже все знают, что было ровно полгода с того момента, как началась ужасно, я считаю, что война. Я никогда в своей жизни не думала, что я буду переживать такое. О, кстати, по-моему, отбой. Вот сейчас Микки быстро выйдет, типа, глядь. Нас вчера ночью обстреливали, вчера весь день обстреливали всю Украину. Но в целом тревог, если посчитать. У меня утром прочитала, 189 было. Вообще не хотелось эту тему поднимать. Я вообще вчера планировала тебе расписывала видео записать. Классное, хорошее, но... И знаете, меня по-прежнему, да, там напоминают о том, что мне все монотонно, неинтересно, что надо развлечь публику. А я не знаю, как развлекать. Вот серьёзно, я нахожусь в каком-то пространственном состоянии. И вообще, в принципе, такой человек спокойный, да, не такой динамичный, возможно, как кому-то подходит. Но то, что происходит, то, что продолжает происходить, то, как гибнут люди, то, как... Ну, как ты, блин, не знаешь, проснёшься или нет. Я просыпалась несколько раз ночью, утром просыпалась от жуткого гула. Я не знаю, что это было. Это была просто тревога. Либо же это где-то вот ещё здесь что-то происходило, но об этом ещё не пишут в новостях. Вот так мы и живём сейчас. И я реально прошу удалиться от тех людей. Мне вот сейчас реально пофиг на подписки, на вот это вот то, что мне постоянно пишут, то, что там каждый день я отпушусь и больше не вернусь. Ну, вы серьёзно? Вы думаете, что сейчас нашим украинским людям это, ну, это важно, это ценно? Или вы как-то равняете по своим блогерам, когда говорите, что, ну, вот и с той, и с той стороны гибнут люди, что это неправильно, что не надо обозляться. Вот, наверное, какая-то точка у меня, лично у меня наступила, что, ну, как это принимать, как это пытаться вообще понять? Ну, вас сюда никто не звал, никто не просил, чтобы вы сюда приходили и что-то помогали, и если бы вы сюда не пришли, ваши люди бы тоже не гибли. И пару недель назад тоже был комментарий, на который я не ответила, и, кстати, не жалею об этом, что-то не сделала именно тогда, а делаю это сейчас, что не много ли хотят украинцы, что все типа им должны, вы никому не должны. То, что у вас это такое мышление сформировалось, что вы кому-то что-то должны постоянно. Это не проблема украинцев. Вы не должны, но вы реально можете что-то изменить и что-то сделать. Хотя бы попытаться, а не продолжать желать нам смерти, убийств, особенно детей. Да чтоб, ну, вот, я не говорила никому, я уже один раз заходила в чат рулетку. Ну, знаю, что иногда там попадаются адекватные люди, но как-то не в моем случае. Когда я говорила то, что я украинка, люди с бешеной агрессией набрасывались, хотя непонятно почему я не вела агрессивно, ну, вы знаете, что я спокойный человек, что я не вела какую-то агрессию, просто мне хотелось спросить. И так несколько человек подряд. И я перестала это делать, потому что, ну, мне не хватает таких моральных сил, наверное, как Ганнину, как Дживеллини, это вообще офигенные ребята. У них это получается, и слава богу, получается. Поэтому, поэтому я не знаю. Насчет страха я не могу сказать, что он есть. Просто вот это вот жуть, понимание, осознание того, что ты, ну, пока живешь, а что будет дальше, как жить одним днем, я до сих пор не научилась. Я не знаю, честно, как живут сейчас люди, у которых есть дети. Мне кажется, это вдвойне, втройне больнее. То есть у меня, понятно, что у меня тоже есть, что терять. Но этим людям реально еще тяжелее. Вот, кстати, Юлька, кто искал, Julia Life, я вам оставлю ссылку. Она вернулась на канал, она ведет канал исключительно на украинском языке. Она молодец в этом плане. Вот, она, слава богу, в безопасности. Они вывезли детей, они уехали. Ну, то есть для меня хотя бы, знаете, какое-то спокойствие плюс Катя. Ну, в общем, все, по сути, все мои знакомые сейчас, все мои близкие, именно подруги, они находятся, ну, плюс-минус в безопасности. Кроме там одной нужно. Наташа, кстати, Наташа, если ты смотришь, напиши мне, я номер твой. Где-то задевала, у меня же телефон сдох, и у меня как бы номер. А теперь, теперь твоего нет, надо какой-то записник, я не знаю, блин. Надо как-то себе брать в руки. Просыпаемся, отрехаемся. Напомню, друзья мои, люби, мы ссыльный, вильный народ. Мы должны выдержать, даже не смотря на то нитье, которое у меня было тут спочатку. Я сейчас опаную себя, возьму себя в руки, и мы с вами пойдем гулять, и постараемся выполнять сегодня хотя бы половину того, что я себе наметила. Пойдем, Наташа, пойдем. Пойдем, моя зайка. Да. У нас все на районе более-менее тихо. Да, тихо. Слава богу. Но людей маловато. Не знаю, может, сегодня тоже не работают. Вчера был у некоторых людей выходной день, потому что вчера был праздник. Да. Но парк опять пустой. Так, друзья, я как всегда начала убираться, хотела какую-то мотивацию на уборку снять, но уже почти все убрала, потом просто покажу результат. Не очень люблю это делать, только под настроение, но вообще, мне кажется, так как бы надо. Хочу себе сделать завтрак, но поскольку я сегодня одна без мамы, поэтому хочу попробовать сделать половину порции. Я вам уже показывала, говорила о том, что кто не любит овсянку, обязательно попробуйте данный вариант. Я думаю, что он вам прям очень понравится. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Ну, он мне нравится, поэтому я и показываю. У меня марафон сегодня закончился. Надо будет замеры сделать. Я как-то уже над этим не заморачиваюсь. Взвешивалась пару дней назад, вес стоит. Ну, и что? Это все временно. Так, высыпаем полстакана овсянки. Надеюсь, что у меня в формочку лезет. И полстакана теперь нам надо молока. Ну, перед этим... Ой, скорее. Только убрала, что за день. Руки, конечно, чуть трясутся, но ничего, девочки. Я же говорю, мы сильные. Мы со всем справимся. Так, теперь перед тем, как молоко я налью, конечно. Так. Ну, где-то вот так вот полстакана молока. Так. И теперь, перед тем, как добавлять молоко, нам нужно добавить чуть-чуть изюма. Буквально гордочку вот такую вот. Я не запариваю, запаривает тот. Тот может запариваться. И еще нам нужна будет груша. Мы сейчас все делаем быстренько. Добавляю молоко. То есть, все достаточно просто, быстро и в качестве завтрака хорошо. Вот так вот у нас получается. Теперь, где-то я уже ложку... Ага. Берем ложку, перемешиваем. Вот так вот. И добавляем молоко. И так же все перемешиваем. Можете оставить чуть-чуть постоять. Можно не оставлять. Но поскольку я духовку еще не включила, у меня оно немножечко... Немножечко постоит. Сначала разогреваю духовку. Хочу сделать вот такой вот формочки. Ну, если сейчас не поместится, то придется делать в другой. Я думаю, что все. Все как раз. Как раз на одну порцию. Все. Приготовиться вам покажу. Понял? Сбирно. Много речков, яких вы бачили там в TikTok, в YouTube. Вот там. Все прям нажимают. Вот это поэртарти. А знаете, на билеты взять? Ссылочка в описании. Вот там, наверное, это перман бабу сумок. Яки кожного дня. 5% ведь своей кассы отправляют на ЗСУ. Было честно, им спасибо за это, что буду роблять. Было честно, дякую. У меня, у меня, у меня, чуть-чуть хрустло. Так уж, друзья, я вам нагадываю, что мы сбираем его. Поэтому, нашему близкову, нашему казаку, яки, зашелье, нашу дать в Украину. На допомогу ему треба медичное обладнание. А так уж, ему треба спроя. Вот такая вот красота у меня получилась. Я, честно говоря, подумываю снять отдельное видео про овсянку. Как я ее полюбила, что именно эти овсянки. Подстелила немножко салфетку, потому что все-таки лучше формочки делать побольше. Здесь такая корочка с коричневого сахара. Можно не делать. Если у вас, допустим, нету или не хотите, можно не делать. Я бы в конце добавила, как всегда, масло и чуть-чуть коричневого сахара. Овсяночка готова. Она вкусная, сочная. Всем приятного аппетита. Так, и так, с чистой совестью можно идти в коридор работать. Я сегодня все-таки еще решила остаться в коридоре. Девочки, гляньте, какие я позор нашла. Хай, бог мы его, честно, гляньте. Это, кстати, песня «Деспасит». Я нашла свой старый канал. У меня же второй был на ютубе, когда мне страйк прислали. И что я там вытворяла? Гляньте, елки-палки. И не стеснялась, знаете, ничего такого не было. А сейчас такая зажатая, ха-а-а, боже. Просто хочу вам показать, насколько человек может меняться. Я некоторые свои старые видео пересматриваю. И, честно говоря, я в шоке, что я могла такое говорить. И что я могла вообще такое, боже, делать. Оно, бедром, бедром от бедра. Где моя молодость? Непонятно. И остальное, что я хочу сказать на сегодня. У нас снова тревога. Это, знаете, уже, знаете, какаясь данность. Зранку, в обед, в вечері. Постойно тревога. И постойно... О, будь ласка. И я сижу в коридору, я, как и сранку, картинка в этом плане не изменяется. Ну, хочется как-то берегти своё життя. Но могу сказать одно, что страху, как такого, нема. Слава Богу, нема панічных атак. И я вас також призываю до того, чтобы вы старались как-то держать себя в руках. Я не знаю, как, но как-то я стараюсь максимально поддерживать каждую людину, яка мені пише. Если у вас есть такая потреба в плане моральної поддержки, мы можем с вами поспілкуваться в особистых поведомлениях. Вчора опубликували дуже багато людей. Було таке крутесеньке відео, ну, зовсім крутесеньке. И там мене спитали, что у меня с обличчем. И, ну, напевно, на цьому промежку, так, 6 месяцев, мене постійно питають. А что с обличчем? А чому не динамічнейше? А чому не веселіше? И я завжди людям задаю питание, а як повинна выглядеть людина, как повинна себя вести людина по вашим меркам в стране, в которой иде война. Тобто, ось вот, тревога. И неведомо, что сейчас станется. Майже у центри миста. Сегодня у нас, я уже прочитала полностью новины, перейду на русский язык, чтобы было слышно это людям, чтобы донести это. Почти в центре города скинули кассетный боеприпас. Боеприпас. Ну, это я. На русском я не знаю, как перевести. В парке, мы вот в этом парке гуляли с Микки. Буквально, когда только переехали в Кривый Рог, часть этой ракеты валяется. Оцепили часть, ищут вот эти обломки этого. Это бесчеловечно. Люди спали ночью. Это почти центр города. Это не военная база. Это в голове не вкладывается. И после этого меня эти же люди будут спрашивать, а что с твоим лицом? А почему ты не веселая? А почему ты никуда не ездишь? А почему? А почему? Вот этих вот, а почему? Я это говорю, ребятки, не для вас, в большей степени для тех, кто мне пишет подобный бред. Знаете, я не буду как раньше взывать к адекватности, потому что за полгода я поняла, что есть адекватные люди, есть неадекватные с неадекватными вообще. Нет смысла какого-либо говорить. Мне хочется просто пожелать, побажать нашим украинцам триматися, верить. Потому что по факту это единственное, что мы можем сейчас делать, это верить, это працювать, это помогать один одному, хотя бы в чём-то маленьком. Потому что мы очень крута, классная нация, мы объединены, мы верим в нашу победу, и она обязательно наступит. Я вітаю вас с пройдетшним Днем Незавидности Украины. Украина справді незавидна, сильна, вольна, была и будет. На этой ночи буду закінчивать своё відео, буду далее працювати. Та надеяться на то, что сегодня у меня ещё есть на этот час, что завтра я прокинуюсь зранку, и всё будет хорошо. И буду надеяться, что всё будет хорошо у вас. Всім мирного дня! Субтитры сделал DimaTorzok